Привет, девчонки, это Маша. А вы знали, что укрепление ногтей можно делать после того, как мы нанесли цвет? Нет? Ну что ж, значит это видео будет для вас интересным. И кроме того, сегодня мы сделаем очень необычный дизайн ногтей. Давайте скорее начнем. У нас классика жанра. Надоели длинные миндали? Руби с плеча, хочу короткие квадраты, как можно короче. У вас такое часто? Миндали доводят до какой-то крайней точки кипения, но пару недель отдыха и мы уже опять или отращиваем, или наращиваем. Сама такая же. Делаем маникюр. У меня сегодня комби по ремоверу. Не то, чтобы он тут необходим. У нас ручки легкие, пазухи очищаются легко, кожа равномерная, не толстая, не огрубелая, нет каких-то сухостей, которые хотелось бы проработать кератолитиком, нет излишней влажности, что в некоторых случаях тоже может служить прецедентом для задействования кератолитика. Просто, ну, экспериментирую, скажем так. Ну и все. Секрет коррекции за один час. Хреновая форма. Шучу. Мы с вами позже и выровняем, и подпилим. Помню, как-то давно беседовала с одним технологом и сказала ей, что делаю завершающее выравнивание с помощью топа, чтобы блик был действительно ровным. А она потом про меня сказала, что я ничего в ногтях не понимаю. А сейчас все делают завершающее выравнивание топа. Вот так вот, как можно более тонкий слой топа остался в арочном моделировании и у мастеров, которые торцы по сей день запечатывают. Ну, а я, как всегда, смотрю вперед. Какая разница, какой из слоев гель-лака или геля будет укрепляющий, а какой выравнивающий. Главное понимание материала и результат. Вот, например, для сегодняшнего дизайна мне нужно укрепление нанести поверх цвета. Я знаю, что кому-то это тоже покажется диким, но я уже давно не удивляюсь, что сначала я какую-то дичь делаю, а потом это оказывается новомодная техника. Так что сначала нанесли цветник, а потом выравниваем и укрепляем прозрачным ботл-гелем. Ладно, зачем это все так странно было делать? Мне просто нужно, чтобы над цветом был объем прозрачного материала, с которым я смогу работать. Так что будет или корейский пирожок, если делать все по учебнику, так скажем, или нужно идти против правил и будет очень прикольный дизайн. Дальше я беру фрезер и там, где апекс, где потолще, напиливаю текстуру воды. Просто несколько плавных углублений где-то в центре ногтя, чтобы не портить форму визуально, конечно же. Ну и это все не было в ущерб прочности ногтя. Тонко натерев ноготок топом, возвышение можем немножечко подчеркнуть, просто обмазнув тонкой кисточкой и тем же топом. Объем в этом дизайне большой не нужен, даже легкая неровность играет как призма. Особенно круто этот эффект смотрится на пастельках. Хотя, конечно, да, будь длина побольше и можно было бы сделать апекс повыше и углубиться посильнее. Рельефа было бы больше, ну и эффект, конечно, тоже был бы ярче. Хотя и так неплохо. Моделька залипла сама и мне видосик прислала. И да, кстати говоря, на этот дизайн меня вдохновили вот эти штуки для выкраски гирлака. Очень хотелось повторить этот красивущий эффект на ногтях. А вам нравится такой эффект? До скорого!